Вот эти вот все эйгерские рассуждения на самом деле основаны на том, что если мы рассматриваем вот этот замечательный объект, конец целых гауссовых чисел, то в нем верна основная теорема альфмитики. Так, что мы должны сейчас сделать? Мы должны рассудить, что такое комплексные числа, и после этого объяснить, что это, это очень легко, это множество выражений вида А и В, где А и В произвольные целые числа. На картинке это вот что такое, это просто точки с целыми координатами, это обе координаты целые числа. И вниз. И вниз, конечно, конечно, конечно. Числа не только положительные, но и иксы, и иксы могут быть отрицательны, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, поехали. Что такое комплексные числа? Это пара вещественных чисел. Сразу скажу, есть два способа объяснять комплексные числа. Один – полгебрический. Он состоит в том, что фактически мы добавляем такой вот символ, объясняем, что в квадрате равен минус единице. То есть, если спросить алгебра И, что происходит, он скажет. Мы рассматриваем всевозможные многочлены от буквы Х и факторизуем все эти многочлены, только, конечно, не с комплексными кефицентами, а с вещественными. И факторизуем эти многочлены по многочлену Х квадрат плюс один умножить на, называется, идеал, прирожденный Х квадрат плюс один. Это общая алгебраическая конструкция, так называемое расширение поля при помощи добавления алгебраического числа, очень важна и замечательна. Но я не хочу сейчас про нее говорить, потому что конкретно для комплексных чисел можно обойтись без этих общих слов и сказать просто-напросто так, что вот вводим числа вида Х плюс И, и договариваемся, что складывают, Х, И, это вещественные числа З, складывают их по форме Х плюс З плюс И умножить на И, вот это формула для сложения. Умножают их по формуле, вот определение сложения, вот определение умножения. Дальше, я не хочу на это тратить время, проверяем, что выполнены все, так, все умы кольца, ну или даже поле, что это по сути означает, что если складываешь числа в одном порядке, если складываешь в другом, то это то же самое, или когда три числа А плюс В плюс С, это то же самое, что А плюс В плюс С, что выполнена дистрибутивность, то есть А умножить на В плюс С равняется А В плюс С. К слову, умножение, если ты представляешь, то результат не уменьшит, да? Единственное, наверное, что стоит объяснить, это как устроено деление. Вот смотрите, деление числа А плюс В и на число X плюс Y в И, где у нас невозможности, что оба X и Y равны нулю, да? устроено вот так. Мы умысленно дописываем вот так, а в знаменателе пишем X плюс Y и умножим на X минус Y. Другими словами, получается здесь вот у нас вещественное число, но вещественное число говорить можно, а в числителе получается АХ плюс ВИ плюс И умножить на ВХ минус АВ. Вот, все, поделили. Так вот, не хочу сейчас на это как-то время это стандартное изложение, которое можно в огромном количестве книг встретить. Лучше скажу, как нужно вводить комплексные числа геометрические. Это тоже, со мной, очень просто, но, с другой стороны, многое сразу становится понятнее. Смотрите, мы можем сказать, что у комплексного числа есть модуль, расстояние от начала координаты до точки, которое это самое число изображает. И аргумент. Угол между направлением положительной оси Афцесс и направлением на это число измеряемый против числовострирования. Давайте я напишу. Фи, это аргумент. Эх, это абсолютная величина. Или модуль, какого-то основного числа. Пишут так, вот здесь вот это число з, то формула пишет такое, з в палочках модуль, и просто аргумент з, это фи. Да, еще очень важно, фи определено с точностью до 360 градусов. То есть, если вы наоборот, не фи, а фи плюс 2пи, и фи плюс 4пи, и так далее, это будет то же самое. Вот. Это понятно. На плоскости, так называемые полярные координаты. Дальше замечательная идея. Как перемножать два числа? Здесь у нас есть одно число с модулем r1 и аргументом фи1, и другое число с модулем r2 и аргументом фи2. Оказывается, нужно отдельно перемножить, модули и отдельно сложить аргументы. Естественно, что если ноль, то на что угодно это ноль. Речь идет о перемножении не нулевых чисел. Вот. Вот это будет модуль произведения, а это аргумент. Чем эта штука замечательна? Она совершенно не из-за того, то есть общая конструкция, как строятся любые, но она абсолютно диаметрическая. И она позволяет мгновенно понять вот эту вот замечательную вещь. Модуль произведения, а это произведение модули. Давайте представим себе, что я не говорю ничего перед этим, про то, как определяется сумма, а просто говорю. Вот это определение умножения. Но теперь неплохо бы сказать определение сложения. А уж не просто. Чтобы складывать два вектора, надо просто написать трилограмму. Положено всегда. Математики есть. Сложение, по правилу, трилограмму. Итак, умножение вот такое вот хитрое, сложение, по правилу, трилограмму. Кстати, ничего хитрого в этом умножении нет. Почему? Потому что нужно представлять себе комплексное число как поворотную гомотетию. Комплексное число – это поворотная гомотетия. То есть преобразование, которое число 1 переводит в число z. И при этом вся плоскость поворачивается на угол φ и все расстояния в R раз увеличиваются. Поворотная гомотетия. Тогда, соответственно, произведение двух публиксных чисел – это просто последовательное выполнение первой и второй поворотной гомотетии. Расстояния сначала увеличились в R один раз, потом в R два. Ну, соответственно, всему увеличились в R один умножить на R два. И повернули сначала на φ один, потом на φ два. Значит, сумма. Такую вещь. Так. Что неочевидного из свойств чисел собственно здесь есть? Ну, смотрите. То, что сумма векторов не зависит от порядка – это понятно. Там есть тремя – тоже понятно. Никаких проблем. Проблем в одном месте. Почему, когда умножаешь число на сумму двух других чисел в дистрибутивности? Почему это будет Z1, Z2 плюс Z1, Z3? Это действительно стоит обсудить, но, к счастью, это очень легко. Посмотрите. Что значит сложить Z1, Z2? Ну, пралилограмму на Z1. Представьте себе, вот это Z1, это Z2. После этого… Нет, нет, Z2 – это Z2, это Z3, мы их сложим. Что значит умножить на Z1? Надо взять этот паралилограмму, его повернуть на аргумент Z1 и растянуть в модуль Z1 раз. Замечательно. А здесь что написано? Надо векто Z2 повернуть, растянуть, а здесь векто Z3 повернуть, растянуть. Но, господа, если вы берете паралилограмму, поворачиваете его на аргумент Z1 и растягиваете в модуль Z1 раз, то у него как раз в стороны повернулись ровно на нужный угол и растянулись нужные количества раз. И диагональ тоже самое повернулась и все, дистрибутивность доказана. Если вы посмотрите все остальные свойства, вы можете, что они тоже совсем очевидны. Вот так геометрически вводятся комплексные числа. Почему вот это вот так замечательно? Зачем нам все это с вами нужно сейчас? А ну зачем? Формулы, которыми мы вот здесь вот работали, когда, помните, по Илеру доказывали сколько там вариантов, сколько способов предложения, эта формула превращается варь, формулу про модуль произведения. Поехали. Z1 это А плюс Би, А и В, численные числа. Z2 это Ис плюс Игри, И, тогда модули такие. Очень интересная штука. Для любого числа мы можем умножить А плюс Би на А минус Би. А минус Би называется сопряженным. Z1 сопряженное это А минус Би. То есть мы вещественную часть А оставляем на месте, а мнимую часть меняем знак. Так вот, если вы раскроете структуру, вы обнаружите, что это есть как раз А в квадрате плюс Би в квадрате. То есть по-другому модуль это квадратный корень из произведения числа и сопряженного. Здесь то же самое. Квадратный корень из произведения модуль это квадратный корень из произведения числа и сопряженного. Вот. И теперь Давайте посмотрим, а к чему равняется модуль произведения z1, z2. С одной стороны, это должен быть модуль z1 умножить на модуль z2. С другой стороны, мы знаем, что такое z1 умножить на z2. У нас просто что-то с формулой есть. z1 умножить на z2 – это ax-by плюс i умножить на ay плюс bx. И модуль этого числа – это корень из вот этого квадрата плюс вот этого квадрата. Получилась наша любимая форма – квадратный корень из ax-by в квадрате плюс ay-by в квадрате. А если бы мы умножали здесь не на z2, а на z2 сопряженное, то здесь поменяли бы знаки. Вот та самая формула, которая все время работала в Уэйлере во время рассуждений. Это оказывается просто то, что модуль произведения равен произведению модулу. Хорошо. Следом, все время разделения марш. Выравниваем данные правилку через базовой полигации. Продолжение следует...